Друзья, всем привет, с вами Никита Дилы и мы продолжаем играть в Зеленую Долину. Ну и для начала, друзья, давайте вкратце пробежимся, как обычно, по нашим полям производства, посмотрим, что у нас да как вообще происходит на нашей ферме. В прошлой серии на 16-м поле мы собрали урожай ячменя и, соответственно, сейчас мы будем готовить эту самую почву к посеву. Ездит у нас здесь Зелок, посыпает это все дело удобрениями, у него беда с топливом, но я думаю, ему должно хватить. Удобрения у него 5 кубов еще в кузове есть, вроде как около 2 кубов тратится на это поле, так что удобрений это точно хватит. Ну а также вслед за Зелком ездит у нас трактор с культиватором, который, соответственно, это самое поле культивирует и, боже, что вот здесь за участок земли, который не комбайн, ничего не может взять. Не справляется техника, в общем-то, с рельефом. На 22-м поле мы в прошлый раз посеяли кукурузку, она уже созрела, и, соответственно, комбайн вместе с трактором убирают это все дело на сечку, которая у нас пойдет на силос. В принципе, это поле у нас для этого и сделано, поэтому тут все хорошо. Поле большое, убираться оно будет, увы, долго, поэтому, скорее всего, уборка этого поля будет не на одну серию. Ну, в принципе, как я уже говорил, мы никуда не торопимся, пускай ездят, убирают. Также вот этот, друзья, Зил, закончил работу, там вроде как 3 куба дегистата в нем лежит, но он полностью все освободил, и поэтому я поставил сюда наш Урал, он нынче свободен. Он ездит, продает силос из ферментатора, засыпает сюда, он здесь перерабатывается, продается. Довольно оперативно он, кстати, ездит, уже 237 кубов отвез за довольно непродолжительный промежуток времени. Ему еще примерно столько же, но и дегистат, кстати, тоже уже начал собираться потиху. Но это не проблема, я думаю, тут на 1-2 ферментатора должно полностью хватить места, в смысле переработка дегистата, так-то там 500 кубов всего влазит. Ферментатор наш, кстати, тоже забит сейчас, хотя Урал тут много уже вывез, был миллион, когда я ставил его в работу. Он, в общем-то, и так работает, 330 кубов здесь излишек, скажем так, сечки был. С поля вроде как кубов 700 собирается, поэтому он у нас не забьется, хотя я сомневаюсь, что мы за сегодня все это поле уберем. Хотя, может быть, на следующем стриме всякое может быть, в общем-то. Главное, что Урал сейчас ездит, и это все дело освобождает. На седьмом поле уже, друзья, идет посев, и здесь, друзья, мы сеем свеклу. Работает у нас МТЗшка, вот он, кстати, приехал после пополнения. Да, очень маленький бункер в этой сейлке, поэтому он очень часто будет ездить, пополняться. Хотя, вот это вот все, он вроде как с одного и максимум с двух раз. Он уже здесь засеял, так что, я думаю, до конца серии он должен будет справиться без проблем. Также, друзья, у нас прошел стрим, где мы полностью освободили наш кормосмеситель. И он, кстати, закончилась в нем трава, и сила заканчивается. Значит, на следующем стриме стопудово надо будет его забивать. С остатков у нас 57 кубов еще корма получилось. Мы его высыпали весь, то, что у нас было 100 кубов нашим коровкам. Кстати, сегодня обещали нам новую корову. Да, аж 4 новых коровы у нас появилось. Ну и через 100 часов, через 5 дней, где-то через 5 серий, соответственно, появится, видимо, еще по одной каждого сорта, сорта вида. Еда у них есть, с едой у них все в порядке, и тоже надолго хватит. По крайней мере, должно. Ну, будем следить. Также, друзья, в прошлой серии мы купили пивзавод. Ну, а на стриме, соответственно, его полностью забили. Кстати, ресурсов здесь требуется, я смотрю, не очень много. И выхлоп, правда, тоже не очень большой. За одну смену у нас получилось 3000 литров кваса, 3000 литров разливного пива и 3602 литра. Это вот в поддонах, которые пиво у нас в магазины на экспорт пойдет. Квас и разливное пиво мы будем сливать... Нет, не в канализацию. На специальные точки, на рынках, там, где разливное пиво продается. И вот у нас три валеры стоят, хотят домой. Надо будет их сегодня заменить и, соответственно, запустить этот завод еще раз, сюда других валеронов привезти. Также на стриме мы отвезли немножко песка и гравия на нашу плотину. Соответственно, здесь теперь уже 156 кубов песка. Имеется и 40 кубов гравия. Два грузовика мы отвезли. Отвезли мы ровно столько, чтобы в карьере было место до конца смены рабочих, которые там уже работали. Соответственно, рядом у нас находится карьер гравия. Там вроде как что-то около 80 кубов, по моим подсчетам, должно быть этого самого гравия. Если я, конечно, правильно умею считать. Да, 78. Здесь тоже уставший валера должен быть, которого надо будет сегодня заменить. Топливо здесь пока что есть, его мы трогать не будем. Хотя можно немножко будет пшикнуть. Но вроде как этого должно хватить еще на одну смену, так точно. В песочном карьере у нас немножко больше песка, потому что меньше немножко мы вывезли. Топливо здесь до хрена, поэтому здесь нужно будет только заменить валерона. Ну а песок уже будем вывозить отсюда, как обычно, на стриме. И уже с помощью конвейеров, а не погрузчика, потому что я задолбался. На добычу угля, кстати, валероны тоже закончили свою смену, но здесь топливо уже подходит к концу. Мы его не смогли сюда отвезти, потому что камаз, который у нас был, он оказался слабым и не смог тупо подняться в горку. Камазика надо будет заменить и, соответственно, привезти сюда немного топлива, чтобы это все дело у нас продолжило работать. Ну и, соответственно, заменить валеронов. Так что, друзья, примерно вот такие вот планы у нас на сегодняшнюю серию. Погнали работать! А начнем мы, друзья, с того, что вывезем отсюда сначала пиво и квас. У нас здесь по три куба. У нас здесь припаркована бочка, которую мы сюда возили в воду питьевую. И с помощью этой бочки мы, соответственно, можем вывезти отсюда и пиво, и квас. Рядом здесь у нас в селе Розаевка есть рынок. Не рынок, а точка продажи разливного пива. Посмотрим, может, она даже санимирована будет. Я на это очень надеюсь, зная эту карту, так и должно примерно работать. В общем-то, давайте наберем немножко пивасика или кваса вот тут-то. И... и он не набер... А, я же вам в прошлой серии сам говорил, что надо вот эту штуку приподнять каким-то образом. Как-то ее словить. Во! Тогда оно будет набираться. И оно все равно не набирается, видимо, я где-то криво как-то стал. Нет, подъедем еще раз. Во! Есть три литра... Три тысячи литров бочкового пива. Блин, три тысячи литров это довольно много. Хотя, знаете, в летний зной оно, мне кажется, распродастся только так. Заодно посмотрим, за сколько по времени оно продается. Оно неизвестно, по какой цене будет уходить. Поэтому я даже не знаю, как за этим уследить. С учетом всех наших статей доходов и расходов. Это будет прям реально очень тяжело. Ладно, погнали, продадим. Вот, друзья, у нас здесь находится продуктовый магазинчик. И рядом с ним бочка с продажей разливного пива. И вот сюда мы это дело выгружаем. И да, появилась тут какая-то Маруся, которая это самое пиво, видимо, нам будет продавать. Правда, она просто стоит. Точнее, не нам, а жителям села. Надеюсь, за сутки она его распродаст. Если нет, то значит, она плохо работает. Погнали провернем ту же самую операцию с квасом. Потому что, мало ли, там детишечки захотят что-нибудь безалкогольного. Пиво-то детям нельзя. И квас мы, соответственно, тоже выливаем. Новый какой-нибудь FIFO у нас не появилось. Блин, это очень молоденькая девочка продает это все. И в платье. Я не знаю, мне кажется, должна сидеть такая, знаете, бабка жирная какая-нибудь. В таком синем каком-то фартуке что ли. Да, стереотипное мышление, ладно. В общем-то, этого пацана мы отгоняем обратно на пивзавод. Потому что, по сути дела, он нам в ближайшее время будет именно на такую работу требоваться. Пускай там и живет. И переходим к другим делам. Нам, кстати, откуда-то деньги приплыли. И хрен его знает за что. За силос. Хотя 11 часов, да, это и за силос, и за заправку, и за пиво пока ничего нет. Сейчас же наша задача отвезти топливо на угольную шахту. Как мы посмотрели уже в прошлых сериях, вот этот КАМАЗ не справляется просто с тем, чтобы подняться в гору с этой бочкой. Причем не полностью даже заполнен. Поэтому я решил его заменить. Правда денег нам не хватит на покупку нового грузовика. Да и заменить это значит продать этот, а купить новый. Поэтому его сначала нужно продать. Интересно, сколько мы денег за это выручим. Потому что что-то мне кажется, что совсем прям и немного. Ну посмотрим. 48 тысяч, ну да, маловато. Слушайте, 162, нам не хватит на новый грузовик. Можно, конечно, подождать пока что-нибудь продастся. Потому что там денег-то приплывет, дай боже. А можно взять пока временно кредит? Честно говоря, даже не знаю. Ладно, давайте возьмем действительно кредит, потом его отдадим. Это, я думаю, небольшая проблема. А у нас и так 120 тысяч кредита. Откуда, кстати, доходы от недвижимости у нас в четверг 161 тысяча аж. Когда мы много силоса продавали. В пятницу мы его вообще не продавали. Это чисто от заправки. И за сегодня вот за силоса еще пошло что-то. Ладно, берем еще немного кредита. Нам надо 182 тысячи, чтобы у нас было. И мы, друзья, покупаем вот такого вот замечательного Маза. По крайней мере, проверим, насколько он хорошо будет справляться. Ну, в нем 390 лошадок. Мерседесовский V8. Можно сделать его трехосным, но не вижу в этом смысла. И 15 тысяч за это переплачивать. Моделька такая, скажем так, посовременнее немного. Почему мерседесовский движок, я, честно говоря, не знаю. Но если мне не изменяет память, то они как раз таки с Маном сотрудничали. Я имею в виду завод Маза. Ну и ладно, не суть важна на самом деле. Сзади номерные знаки стоят, а спереди нет. Гениально. Можно еще черный бампер поставить. Типа не модернизированный, 5 тысяч сэкономит. Но я не знаю, что мне больше нравится. Наверное, вот такой мне больше нравится. Поэтому мы его заколхозим по полной. Симпатичный он вполне выглядит. Только мне кажется, этот оранжевый цвет не такой, как на бочке оранжевый. И они могут немного отличаться. Да, немного отличаются. Ну ладно, я не думаю, что это сильно большая проблема. Шланги подсоединяются. Все нормально. В салоне он, в принципе, симпатичный. Если бы не вот это огромное желание сюда голых баб пихать. Боже мой, что за мода у мододелов. Вот на самом деле, аж противно. Я как бы, с ориентацией у меня все нормально. Но зачем? Ладно, пофигу. Так он выглядит неплохо. Надеюсь, сможет есть. Кстати, максимальная скорость у него соточка. Это тоже хорошо. Поехали теперь на этот самый. На нашу производство топлива. Мельница топлива. Заберем оттуда топляка и отвезем на угольную шахту. И оно что-то не пополняется. Вот тебе и здрасте, приехали. Все ж работало. Или я здесь не проверял-то? Ну как так-то, а? Что за подстава опять? Топливо-то есть хотя бы? Да, топливо 10 кубов. Мы сюда отвезли прицеп канола. Это я помню. Оно не пополняется. Кошмар, офигеть. Но это же не дело. О, пошло. Надо было ближе заехать. Слава богу. И быстро хотя бы пополняется. Во. 10 кубов есть. Я надеюсь, этот мазик справится с своей задачей. И сможет подняться в ту гору к угольной шахте. С 10 кубами топляка. Ну, вроде как более-менее бодро идет. Даже загружены. Посмотрим. Может быть, дело на самом деле в прицепе. Он здесь где-то просто становится на брюхо. Может, я как-то неудачно здесь встал. Заехал. Слушайте, он тоже не может подняться. Хотя ехал намного бодрее. Как-то это все не дело, что ли? Неужели здесь такой прям супер крутой склон? Беда. Прям совсем беда. Я бы сказал. Ну, не трактором же возить. По 3 куба. Хотя он недалеко здесь стоит, в принципе. Я еще и выходить отсюда не могу. Застрял, блин. Да, место такое, знаете ли, опасненькое. И он не едет. Не едет ни назад, ни вперед. Так, а ну-ка попробуем еще одну попыточку с разгона. Не знаю, получится ли нет. Здесь еще деревья мешают, на самом деле. Очень сильно мешают. Именно наблюдать за происходящим. Не, он не поднимается вообще ни в какую. Ну и спустить его тоже так себе идея. Немножко геморроя в этом есть. Он же падла большой. Не, ну 390 лошадок должно хватать. Может быть камаз. Я его зря обругал. Может быть дело в подъеме и в бочке. Но не может же быть такого, что я второй мод подряд ставлю. И он не может просто подняться. Тут физически. Ладно. Паркуем его тогда пока тут. Я, друзья, не придумал способа лучше доставить на горку это сраное топливо. Кроме как пригнать сюда маленького зилка, который вроде как туда уже заезжал. Надо только заправить это топливо в эту бочку. И так это видимо не работает. А жаль. Сам зил заправился. Эх, все они слава богу. Ладно. Тогда едем на базу. Сливаем туда топляк. И заправляем наш зил на базе. Делаем миллион лишних телодвижений. Но ничего не поделаешь. Угольная шахта находится в жопе мира. Так, друзья, пардон. Я, кажется, понял как это работает. Нам надо вылить топливо из маза, а не заполнять его из зилка. То есть смотрите, мы сейчас зилка припаркуем около маза. И у нас должно получиться вылить топляк. Если мы в мазе. Да, смотрите, вот оно. Дизельное топливо переливается из одной бочки в другую. Это хорошо. Ладно, меня радует такая перспектива. Перспектива чего, не знаю, но слово хорошее. Ну и замечательно, тогда не надо лишних телодвижений. Миллион. Хотя мы и так их делаем лишних кучу. Так, Масс, давай мы тебя уберем откуда-нибудь. Точнее, куда-нибудь с дороги. Не знаю. Стой, кури. Мы тебя потом заберем отсюда. Когда-нибудь. А на зилке тогда дизельное топливо. Я надеюсь, мы его довезем до этой сраной угольной шахты. Потому что уже, не знаю, если уже третий вариант не проканает, это будет совсем беда. Аллилуйя, мы это сделали. Мы добрались на эту горку. И оно здесь разгружается. Ура, 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 товарищи. Еще бы безболезненно отсюда спуститься. Теперь было бы вообще круто. Что мне подсказывает, что это будет проблематично. На самом деле, мы зилка тоже бросим здесь. Заберем его потом отсюда. Наша задача сейчас запустить это все дело. Разобраться с рабочими. На самом деле, будет интересная загадка. Поскольку у нас 8 усталых работников. И надо привезти 8 свежих. И это по-любому придется мотаться на остановке. И разгружать, и загружать. Этот парень пусть стоит тута. А начинаем мы, друзья, с усталых работников. У нас здесь стоит газончик. В котором уже есть 5 человек. Соответственно, мы забираем одного отсюда. И все равно неудобно получается, если брать математику. 3 на пивзаводе можно забрать. Ну, уже лезь в кабину. Упырь. Какие конченые здесь триггеры-то, а? Он не лезет, а? Народ, что делать? О, аллилуйя, словил триггер. Эх, сколько геморроя это лишнего. Так, нам сюда влезет 4 человека. Поэтому давайте, знаете, откуда мы их заберем? Мы их заберем с карьера и с угольной шахты. Там как раз 4 и осталось. Итак, забрали мы, соответственно, всех работников. Точнее, не всех. У нас просто забита машина. Теперь нам надо выбрать, на какую остановку их везти. Для этого надо посмотреть, на каких остановках у нас пусто. Потому что я не помню, откуда мы их забирали. Так, остановка, которая находится около нашей базы. На ней никого нету. И остановка, которая находится... Так, а на ней есть третья. Вторая какая у нас? Вторая, которая недалеко от пивзавода. Я думаю, что мы, наверное, поедем и будем их и старых забирать. И этих высыпем именно в те края. Мне кажется, так будет лучше. Меньше придется ездить. Хотя, с другой стороны, рано или поздно придется все равно ехать и на ту. Около нашей базы, которая... В любом случае, погнали их выгружать. И потом надо ехать еще и на пивзавод. Да, друзья, по тупости по своей, я проехал мимо остановки. И доехал до другой, которая тоже была забита. Погнали посмотрим пока что, кстати, как у нас пивас наш продается. Покупает его вообще хоть кто-нибудь? Можно посмотреть, с какой скоростью это, кстати, происходит. Что-то я не подумал это сразу сделать. 200 литров продала. 300 литров в час. А так она эти 3000 литров продаст. Каждую смену рабочих, в общем-то, и будет продаваться это пиво. Оно одинаково производится, с одинаковой скоростью. Так и замечательно, в принципе. Посмотрим тогда в конце дня, сколько денег нам это все дело принесет. А наша задача сейчас набрать рабочих. Хотя нет, что это я несу. Сейчас наша задача поехать на пивзавод и забрать рабочих оттуда. Так, эти пацаны запрыгнули. И что у меня сегодня дичайший тупняк на самом деле. Мы их оставляем здесь. Пускай, в общем-то, ночуют. Мы уставших работников со всех производств добрали. Сейчас наша задача развести оставшихся работников по оставшимся производствам. А, так тут даже 7 человек сидит. А надо 8. Подстава, однако. И возвращаться потом сюда из карьера тоже такое себе, если честно. Мы, друзья, поступим по-другому. Мы на угольную шахту двоих оставим только. Нам пока не так сильно горит уголь. Пускай там поработает 2 человека. Сегодня они 3. Их, получается, хватит не на 10 часов или там не на 12 часов, а на 8. Но, я думаю, ничего плохого из этого не сделается. Так, приехали на гравий. На добычу гравия. Этого пацанчика выгружаем. Соответственно, поехали на карьер песочный. Итак, этого пацана мы тоже выгружаем. У нас остается двое. Тут у нас экскаватор заработал. Заработал. Отлично. Соответственно, двое у нас остается. И мы везем их на нашу угольную шахту, пускай они там работают. Так, в общем-то, высыпаем. Боже мой, как я про людей говорю. Выгружаем, короче, двоих работников. И этого газона, соответственно, тоже, наверное, оставим ночевать здесь. Ночевать. Тут у нас все работает. Все производства запущены. Там топляк закончился у нашего силостного комбайна. Ну и бог с ним, на самом деле. Друзья, у меня есть для вас вопрос, для тех, кто смотрит серии до конца. Я когда писал сценарий на эту серию, понял одну вещь, да и убедился, когда вот сейчас записывал это все дело. Что, по сути дела, эти серии начинают превращаться в перевозку рабочих. Отвезти их туда, мы ездим по производству, возим этих людишек и сплошные таймлапсы. По сути дела, у нас получаются. Поэтому я вам предложу два варианта развития событий. Первый вариант это как бы и похрен, продолжаем вообще дальше делать, как есть. Второй вариант развития событий заключается в том, что дальнейшие серии, которые будут по этой карте, они будут посвящены производству. Там будет меньше монтажа, меньше таймлапсов. Там будет хорошая подготовка к этим сериям. Более длительная и не будет никакого ни сюжета, никакой линии сюжетной, скажем так. Будет просто описание какого-либо производства и, соответственно, снабжение его. Заодно посмотреть, как это работает, куда потом ресурсы, точнее не ресурсы, а продукты мы вывозим и так далее. Серии, в общем-то, посвятить этому. А уже всякими этими перевозками начать новую карьеру, которая будет проходить на стримах. Потому что все вот эти работы с погрузчиками, со всей этой фигней, оно все хорошо идет на стримах. Когда можно поболтать, однообразные вот эти вот действия, перевозки однообразные и так далее. Короче, я жду от вас отзыв в комментариях по этому поводу. Плюс, друзья, вечером, сегодня, в районе 6 часов, пока не знаю, будет стрим у нас по этой карте, на котором мы повозим песок, грави и забьем этот самый кермосмеситель полностью. И опустошим его, наверное, тоже заодно. Ну и, конечно же, нас интересует песок и грави в первую очередь. Заодно досеем поле со свеклой и доубираем кукурузу. Вот такие вот планы на стрим у меня будут. Продлиться он, возможно, кстати, больше двух часов, чем у нас обычно вот он идет. Короче, кто хочет поболтать, за жизнь милости прошу. О точном времени скажу потом позже в Дискорде, ВКонтакте и, соответственно, сам стрим появится. Так что в сообществе вступайте там в группу ВКонтакте или в Дискорд, в общем-то, и тогда вы не пропустите его. Там все новости всегда заранее появляются. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки, комментарии. Если не подписан на канал, то подписывайтесь. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok